Маршрутные войны не прекращаются, лишь стихают на время. На этот раз в центре боевых действий 31 маршрут. На минувшей неделе конфликт двух компаний, занимающихся пассажирскими перевозками на этом маршруте, чуть не закончился дракой. Фирма, которая работает параллельно с нашей фирмой на 31 маршруте, выставила еще достаточно большое количество машин на маршрут. Водители, естественно, встали в очереди и отказались у них работать. И я так понимаю, что они из-за этого, директора и хозяева фирмы Транслайн, приехали на конечную и заблокировали нам автомобили, тем самым не давая работать. Приехал руководство организации, перекрыл две машины. Я подъехал, ко мне подбежали люди, 4-5 человек, стали в машину ломиться. Один, как выяснил, руководитель организации, ручку медвежную сломал машины. Другие пытались колеса спустить. Ну, как бы тут нецензурная брань, провокация на драку. Лицом не плюнул. Ну, как бы я ушел, избрел конфликт и просто вывернул и уехал. Маршрут две компании делят уже давно. С точки зрения закона предприниматели равны. У обоих есть лицензия на осуществление пассажирских перевозок. Оба, как ООО, платят налоги. Но с точки зрения городской администрации, один из них, Алексей, нелегал. Хотя именно он много лет назад сам разработал этот маршрут. Я занялся предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров с 2000 года. На тот момент нужно было, естественно, пролицензироваться. Нужно было согласовать маршрут с органами местной власти. То есть с администрацией города. И согласовать паспорт маршрута, и схему маршрута. Это было мной сделано. Я фактически изначально работал здесь один. Потом на тепленькое место слетелись и другие предприниматели. И в 2009 году администрация провела конкурс. И заключила договор с другой компанией. Единственной, которая могла принять в нем участие. А с предприятием Алексея договор расторгло. Ну, представляете, предприниматель или предприятие, имея транспорт, 5, 6, 8 машин, имея в штате водителей, имея в штате медиков, механиков. То есть он что, должен всех уволить? Ну, так же не может быть. То есть я считаю, что имея договор, не имея договора, предприниматель может работать. Так как это подтвердили сейчас, кстати, и Верховные суды, что независимо, есть ли договор с администрацией города, с комитетами по транспорту или его нету, работать предприниматель имеет право на основании именно лицензии, которые выдаются федеральным органам. Это УГДН по Ивановской области, в частности, у нас. Конкурирующая компания с Алексеем не согласна. После увеличения количества машин на маршруте сократились и доходы с каждого транспортного средства. Количество машин на маршруте увеличилось. То есть если раньше делали 7-8 кругов, сейчас 4, максимум 5, уже в 11 только закончишь. Соответственно, заработки упали. Многие водители из компании Алексея теперь напуганы и отказываются выходить на маршрут. Это методы как в 90-х годах. То есть приезжают, блокируют, пугают, сжигают, режут резину. Вот такими методами. Совпадение или нет, но на следующий день после конфликта на Конечной сгорел автомобиль Алексея. Нескольким ему маршрутком прокололи колеса. В одной машине два колеса, на следующий день двум машинам. Одному человеку позвонили, предупредили, если выйдешь, машину сожгем. А что делать? Деньги никто домой не принесет, работу надо. Безвыходность положения заставила нелегалов написать открытое письмо губернатору региона. Мы сейчас столько сил, времени и средств потратили, чтобы не зависеть именно от администрации нашего города, от комитетов, чтобы идти сейчас на какие-то договоренности. Я не вижу смысла просто у нас. Мы сейчас добились, что нам сказали. Вы имеете право работать, и мы хотим работать. Да, может быть, надо решать между перевозчиками, прямо здесь конкретно на Конечной, сколько машин, как, чтобы был порядок. Потому что эти гонки, эти разборки, драки никому не нужны. Как отреагируют на мольбу о помощи руководств в области, пока неизвестно. Но ясно одно – в этой отрасли пора навести порядок. Ведь рано или поздно от маршрутных войн могут пострадать пассажиры. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.